Добрый вечер! В эфире программа «Попутчик. Гость студии». У нас сегодня тема достаточно серьезная, я бы даже сказал, даже сложная. Психология водителя, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Разобраться с психологией нам поможет наша гостья Татьяна Мизинова. Психолог, как вы смогли догадаться. Здравствуйте. Ну вот расскажите, время-то у нас сейчас такое очень непростое, и людям на дорогах, как бы ты хорошо ни ездил, каким бы ты ни был специалистом в области управления транспортным средством, рано или поздно, не дай бог, конечно, но тем не менее, я такой вариант не исключаю, рано или поздно, если не ты, то тебя. Авария, стресс. Что с человеком происходит? Ну, с каждым человеком происходит что-то в зависимости от... Ну, что значит, что происходит? Человек попадает в аварию. Испытывает стресс. Каждый человек стресс ощущает по-своему. Мы можем говорить о том, что это может быть серьезная авария, и тогда это одни последствия. Или легкая авария, когда чуть-чуть поцарапали машину. В общем, психологи знают, что существуют две реакции человека на стресс. Первое, когда человек впадает в кому, теряет... Ну, кому – сильное слово, да, конечно. Теряет ступор. Ступор, да. Теряет некую ориентацию в происходящем. И вторая реакция – это когда человек, наоборот, выдает, скажем, такую гиперактивность. Он активно носится, бегает. Ну, опять же, это, скажем так, не совсем адекватное состояние. А это зависит от чего? Это зависит от психотипа человека, да, в какую стадию он впадает. Да, стресс и шок. Чем они различаются? Силой? Ну, скажем так, что стресс – это совершенно нормальная реакция организма на нетипичное воздействие. То есть любое что-то, что отличается, скажем так, от обычной нашей повседневной взаимодействия с окружающей средой, может являться для нас стрессом. Шок – это, скажем так, крайнее проявление стресса в ситуации. То есть шок – это стресс, но только такой ярко выраженный и очень сильный. Ярко выраженный. Ну, скажем, что стресс – это более научное название. Шок – это скорее что-то из такой нашей обыденной лексики. Допустим, ну, я думаю, что сейчас можно дать какие-то рекомендации для той и для другой ситуации. Давайте, давайте. Вот, например, если вы явились, скажем так, очевидцем дорожно-транспортного происшествия, где человек сильно пострадал. Ну, ситуация, которая может случиться с каждым. Вы можете быть водителем машины, которая участвовала в этом. Вы можете просто быть человеком, проходившим мимо. И, безусловно, как каждый нормальный человек, у вас возникнет желание как-то прийти на помощь, помочь. Что нужно делать? Ну, первое, что следует – это звонить в службу спасения. Это, знаете, как вот часто в самолетах бывает, да? Первое, что вы делаете – одеваете маску на себя, потом на ребенка. Кажется нелогичным, но на самом деле в этом есть глобальная логика. Потому что, естественно, первая наша реакция – это бежать, хватать, помогать, вытаскивать. Но это неправильно. Правильным будет спокойно сначала набрать службу спасения. Вот интересно, знают ли наши телезрители, куда следует звонить. Если у нас будут звонки, я думаю, что имеет смысл у людей спросить вообще. Кстати, да, хорошая идея. Поскольку прямой эфир у нас, звоните, пожалуйста, нам, принимайте участие в нашей беседе. Возможно, у вас будут какие-то вопросы. И не исключено, что у вас есть что нам рассказать в этой связи. И, кстати говоря, может быть, сообщите нам, какой номер службы спасения. Я, например, четко не знаю. Ну да, куда надо звонить, в первую очередь, в ГАИ, в 03 или МЧС. Это всем нужно четко себе представлять. Дальше, ваши действия. Если есть возможность, вы помогаете пострадавшему выбраться из машины. Если нет, значит, оставляйте его там. Второе, что следует сделать, я рассказываю исключить зрение психологии. Пострадавшего человека нужно обязательно посадить или положить спиной, чтобы он не видел, даже периферическим зрением. Дальше, что вам следует делать, это говорить с человеком. Причем говорить ему, рассказывать о том, что, скажем так, сделано. Говорить, я уже позвонил в службу спасения, я уже вызвал, вам едут на помощь, чтобы у человека не было ощущения, что он в этой ситуации брошен. Очень важно установить с человеком тактильный контакт. То есть психологи всегда за руку или за предплечье. Категорически нельзя человека трогать за голову или за другие части тела. Далее, постоянно держать с ним вот этот контакт, разговаривать и всячески стараться объяснить ему то, что помощь будет. Очень хорошо, если вы занимаете положение в пространстве на уровне этого человека. То есть нужно присесть на корточке? Если человек лежит, соответственно, встать на колени, либо сесть на корточке и поддерживать вот этот вот контакт. Если же другая ситуация, вы видите, что человек сам выбрался из машины, мечется, не знает, что делать. Здесь также очень важно устанавливать контакт. То есть с ним нужно говорить. И надо понимать, что у нашей психики есть такое свойство – индуцирование. Вот если вы ведете себя спокойно с человеком, то постепенно, постепенно он успокаивается. Если же вы начинаете тоже бегать вокруг и говорить, ах, ах, что же делать, человек становится еще больше возбуждения. Охать, ахать категорически нельзя. То есть рассказывать о том, что помощь идет. И знаете, если человек действительно сильно пострадал в аварии, то хорошо бы как-то вот оградить его от, скажем так, зевак. Людей, которые лезут, пытаются что-то выяснить, поговорить, постараться людей как-то отодвинуть. Ну, это очень сложно, если ты один. Ну, конечно. Но мы говорим сейчас об идеальном каком-то варианте, что с точки зрения психологии было бы правильным для человека, попавшего в аварию. А почему ему нужно оградить этот зевак? То есть он же, мне кажется, находится в это время сам в себе, да? То есть он как бы в домике в таком, в куколке. Мне кажется, он даже не обращает внимания. Единственное, кого он слышит и видит, это вы, вас это потому, что вы рядом и держите за руку. Все остальное в дымке. Вы знаете, у нас есть как бы основные каналы восприятия, да? Но у нас всегда есть еще и периферическое зрение, и все равно мы как-то что-то слышим. Может быть, мы неадекватно реагируем, но слышим и видим достаточно многое. И человек, попавший в аварию, ну, очень часто, да, это бывает кровь, это бывает не лучший какой-то вид. Люди все равно, в какой бы коме они не были, опять мне это слово кома сегодня, в каком бы стрессе они не были, они все равно это чувствуют. И вот, скажем так, никому же неприятно видеть... Да, понятно. Ну, это вы рассуждаете с точки зрения психолога женщины, потому что мне, честно говоря, было бы абсолютно плевать, как я выгляжу в данной ситуации. Ну, мне так кажется. Не скажите, мужчины тоже очень болезненно, даже, может быть, в большей степени реагируют, когда другие люди видят их, ну, скажем так, больными, не состоясь темными. Я не задумался. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Игорь, я из Москвы. Очень приятно. Значит, по поводу телефонов служивого спасения, я звонил с мобильного, я был сам участником ДТП, вот, значит, 112. 112. Да. Вот. И вот я просто хотел сказать, вот, огромное спасибо сотрудникам 11-го батальона ДПС, вот, значит, когда я попал в аварию, то есть, я был, ну, в таком состоянии, ну, скажем так, близкий, ну, к коме, вот так вот-то. Вот, я не мог не толком мне не рассказать, что со мной случилось, вот, не то, что это объяснение написать, вот. Они настолько мне помогли, то есть, я им пытался рассказать, как есть, вот, значит, они мне говорили прямо предложение, значит, пиши так, пиши так, пиши так, пиши так. Кстати, я им был не виноватый в этой аварии. Вот. То есть, еще вот, ну, скажем так, не только от самого человека, вот, и тот, кто приезжает, очень от них большое, вот, имеет значение, то есть, вот, их, ну, скажем, даже тоже психологическая подготовка, то есть, вот, посмотреть на человека, оценить, в каком он состоянии находится, вот, оказать ему посильную помощь, вот, вот, я, в принципе, вот это и хотел сказать вам. Ясно, спасибо большое, Игорь. Ну, в общем, то, о чем говорит наш телезритель, о том, что очень удачно были хорошо обученные сотрудники ДТПС, да, которые, четко, да, спокойно ему говорили, что нужно делать. Это именно то, в чем нуждаются люди, когда они немножко неадекватны после пережитого стресса. А вы не в курсе? Сотрудников ДТПС обучают? То есть, они проходят какие-то курсы психологические? Ну, насколько я знаю, есть у них определенные тренинги. Я не могу сказать это с точной уверенностью, но то, что в курсе обучения сотрудников есть курс по психологии, мне кажется, да. Ну, мы с вами закончили, закончили вот эту вот тему, первое, оказание первой помощи человеку, да, то есть, мы решили, что нужно оградить, держать за предплечье, беседовать. Мы решили, что первое, что надо сделать, да, ну, мы сейчас будем просто повторять тогда эти вопросы. Нет, понятно, я хочу понять, что мы сейчас эту тему развиваем дальше, или мы можем переходить к другому? Если есть дополнительные вопросы, спрашивайте, отвечу. Нет, у меня дополнительных вопросов нет, я должен все это переварить, я так быстро не соображаю. Ну, это на самом деле, скажем так, общие инструкции при переживании кризисных состояний у людей. Они общие и для ситуации аварии, и для ситуации, я не знаю, пожара, чего-то. То есть, это как раз общее, когда случается какая-то стрессовая тяжелая ситуация. Шоковое состояние, назовем так, стрессовое состояние длится как долго у человека? Ну, здесь можно говорить о том, что у каждого человека оно длится по-своему. Мы же прекрасно знаем, что один человек попадает в аварию, переломал руки, ноги, сотрясение головы, и первое, что он делает, выходя из больницы, он говорит о том, что, ой, я пойду себе машину куплю, буду на ней ездить. Другой человек, пережив маленькую незначительную аварию, говорит о том, что за руль он не сядет никогда. То есть, все зависит от человека. Ну, вот есть, скажем так, категории людей, которые значительно тяжелее переносят тяжелые стрессовые расстройства. Ну, во-первых, это люди молодого и пожилого возраста. Молодого-то до какого? Пожилого-то с какого? Знаете, ну, если я скажу, что пожилой возраст, там, не знаю, 55 лет, да, я думаю, большая категория телезрительного на нас обидится. Нет, ну, с точки зрения медицинской, с точки зрения психологической. На это я вам могу ответить, что у каждого человека, да, зрелость доступает в своем возрасте. Есть понятие психологической зрелости, да, поэтому подогнать это под какую-то хронологию, что там, допустим, до 24 лет человек, он считается у нас молодым, а после 25 становится уже зрелым, ну, наверное, нельзя. Давайте какую-нибудь границу поставим, что, наверное, где-то до 20-25 лет, да, все-таки это считается такие. Водители с, скажем так, ну, начинающий водитель, ведь согласитесь, даже когда люди берут машины на прокат, вот есть эта категория, да, водитель до определенного возраста, он как-то считается начинающим, менее опытным. Ну, правильно, и страховка точно так же рассчитывается. И страховка точно так же рассчитывается. Соответственно, ну, с определенного возраста у людей, скажем так, меняются реакции, накапливается негативный жизненный опыт. Ну, у каждого эта граница своя. Давайте допустим, что это после 50. Хорошо. Да, вот эта категория людей, она более, скажем так, подвержена стрессовым состояниям. Дальше это люди, скажем так, с некими психологическими акцентуациями характера, да, то есть с психологическими особенностями. Ну, скажем так, люди с лобильной такой подвижной психикой, да, то есть вот для которых, ах, все прям вот горе-горькое. Люди с какими-то психическими отклонениями, но здесь трудно говорить, потому что обычно их к управлению автомобилем не допускают. Это теоретически. Ну, это теоретически, да. Все знают, как люди получают справки, да. По-разному они получают, поэтому вот люди этой категории, они тоже очень активно реагируют на стресс. Я понял. Может ли психолог заранее предопределить возможную реакцию человека, исходя из его психотипа? Все очень индивидуально, безусловно, но какие-то, скажем так, направления можно, скажем так, предположить. Понятно, что человек, который по психотипу холерик, да, попав в стрессовую ситуацию, ну, мы не берем, допустим, сильнейшую аварию, когда, ну, непредсказуемую. Давайте возьмем там среднее, обычное. Ну, среднее, обычное. Без жертв никого не убили. Томазил, да, сзади едущий автомобиль, небольшая неприятная авария. Понятно, что человек холерик, он более склонен к таким ярким эмоциональным реакциям, поскандалить, не знаю, побить, не побить монтировкой, ну, к чему-то такому. Человек, который меланхолик, вот более склонен к тому, что он будет вот ходить вокруг машины, долго обсуждать, выяснять там что-то. То есть, вот, примерно, где-то в таком ракурсе. Хорошо, значит, берем вариант такой. У человека не проходит стрессовая ситуация, он все переживает, 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 он пытается в себе, вот, еще раз переживает эту ситуацию, неделю, вторую, третью. Что за этим наступает, что делать? Ну, переживание, скажем так, стрессовой ситуации в течение трех-четырех недель, да, называется травматическое стрессовое переживание, да, травматический стресс. В общем, если это в период до четырех недель, чаще всего это потом уходит. О какой-то патологии, да, когда нужно обращаться к специалистам или что-то делать, мы говорим, когда это длится свыше четырех недель. Вот от месяца и дальше до бесконечности. Причем это может не проявляться сразу, а потом через полгода, допустим, всплывать. Вот тогда мы можем говорить о том, что это посттравматическое ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Опять же, у всех людей оно вызвано, ну, какими-то своими причинами. Потому что в аварии попадают многие, но по-разному люди совершенно на это реагируют. Какой-то единый, скажем так, панацея от того, как это убирать, лечить, не существует. Потому что в зависимости от того, что у человека, скажем так, было заложено в психике к моменту аварии, да, вот с этим нужно и работать с психологом. Потому что очень часто у людей после аварии, ну, существует четыре, наверное, основных вида, которые мешают людям потом управлять автомобилем. У кого-то актуальным становится чувство своей несостоятельности. То есть человек чувствует, что он не может... Ну, это все, что я сейчас скажу, можно называть комплексом. Комплекс – это такое общее название, да. То есть человек чувствует, что он не может управлять. Это очень характерно для людей таких мнительных и тревожных. То есть они думают, что, ну, вот там у меня... Закомплексованных. Ну, вот вам нравится это слово. То-не-то, все-не-то, и машину я управлять не смогу. Вторая категория – это люди, у которых активизируется чувство вины. А сколько комплекс вины? Особенно часто, если в аварии кто-то пострадал. Или, например, когда, ну, не знаю, семья там несколько лет копила на эту машину, человек попадает в машину, и вот он чувствует эту вину. Далее, то, с чем достаточно трудно работать, это когда у людей активизируется страх смерти. То есть мы же все, на самом деле, смерти очень боимся, и многие, скажем так, это отрицают. Говорят, что нет, да, ну, чем больше человек отрицает, да, тем, в общем, большие защиты он от этого выставляет. Боимся все. И авария, на самом деле, может быть таким триггером, который запускает вот этот страх. И поэтому очень страшно ездить и находиться в машине. Рядом находится переживание того, что человек не может контролировать ситуацию. То есть вот по опыту знаю, что с этим работать трудно. И причем, если первые две категории люди, скажем так, могут находиться в машине и ездить достаточно спокойно, то люди, у которых активизировалась вот эта потеря контроля над ситуацией и страх смерти, для них очень травматично вообще нахождение в автомобиле. Даже я сталкивалась с тем, что они согласны, может быть, тихонечко ехать рулицами на скорости 60 километров, но находиться в машине для них невозможно. Они не могут контролировать ситуацию. И есть также такая, ну, может быть, где-то даже забавная категория людей. Это люди, которые отказываются в последующем от вождения автомобиля, потому что для них это выгодно. Есть такое понятие, может, вы знаете, вторичная выгода от болезни. То есть попав, ну, это часто бывают женщины и люди такого истероидного типа. Часто попав в аварию, да, они потом используют как бы свою, там, не знаю, невозможность управлять автомобилем себе в выгоду. Ну, простой пример, да, жена очень редко видит мужа. Чтобы он за ней заезжал. И чтобы он за ней заезжал или чтобы он ездил в магазин. Ну, вот это так вот используется. Поэтому, когда мы говорим, что мы делаем после, как мы работаем с людьми после аварии, ну, нет здесь единого рецепта. Здесь нужно выяснять, какой механизм был запущен. И уже с ним как-то дальше разбираться. Ну, в случае вот с этой историей, с людьми, которые пытаются получить выгоду. Вторичная выгода от болезни. Я думаю, что у мужа наступает посттравматический синдром. В течение месяца он ее возит, а потом уже начинает разбираться и говорит, что он не дурак понимает, что просто его эксплуатирует и использует. Ну, как же он может? Девушка совершенно реальна. И она сама в это верит. Это же на самом деле неосознаваемый процесс. А, то есть подспудно. Нет. Никто в открытую вам не скажет, что она действительно садится в машину, она действительно в истерике, она действительно не может ехать за рулем. Но когда мы начинаем разбирать, что за этим стоит, вот тогда оказывается, что это, своего рода, такая бессознательная манипуляция. Понятно. И как поступить в такую ситуацию с этой женщиной? Как лечить ее и обезопасить бедного мужа от того, что он вынужден постоянно выступать в качестве персонального шофера? Ну, это уже вопрос, скажем так, наверное, не нашей передачи, это вопрос каких-то семейных взаимоотношений. И надо тогда разбираться не в том, почему женщина не может ездить за рулем, а что происходит в семье. То есть что, скажем так, мешает наладить нормальные отношения, что бессознательно приходится прибегать к такой манипуляции и изображать, опять же, неосознанно такие реакции. А существует ли ситуация, когда человек, попавший в аварию, у него вот этот шок выражается в таком виде, что он боится ездить в машине даже в качестве пассажира? Безусловно. Это как раз вот те два случая, которые я упоминала. А, те, да, которые не ощущают контрольной ситуации? Да, все, я понял. Когда люди не ощущают контрольной ситуации и когда активизируется вот этот страх смерти. Он есть, но когда он, скажем так, после триггера аварии, когда он выходит на поверхность. Ну, а с этими людьми как вы работаете? Ну что, это внушение, гипноз или как человека вернуть в строй? Или это секрет? Нет, это совершенно не секрет. Работать с людьми можно по-разному. Вот когда мы говорим о потере контроля, о страхе смерти, то здесь скорее людям нужно обращаться к психотерапевтам, которые занимаются либо психоанализом, аналитической терапией, либо экзистенциальной терапией. В других случаях, вообще при случаях… А второе слово? Экзистенциальная терапия. Что это значит? Ну, это название терапии такое. Экзистенс – это от английского существования, да? То есть вот когда у нас начинаются такие глубинные процессы, которые затракивают, скажем так, всю житейскую философию, вот этим занимается направление экзистенциальной психологии. Но вообще очень себя хорошо показывают при стрессовых ситуациях такие виды терапии, как поведенческая и нейролингвистическая программирование. Я знаю, что очень многие люди, скажем так, особенно психологи, они относятся к НЛП с таким пренабрежением. На мой взгляд, это как раз очень серьезные вещи. Более того, мне кажется, ее нужно изучать значительно серьезнее. Она может быть опасна для человека, потому что вложить-то в голову можно все, что угодно при помощи нейролингвистического программирования. Ну, вот большинство людей относятся к НЛП как, скажем, такой манипулятивной терапии. По сути, так оно и есть. В принципе, да. В принципе, там очень много от манипуляций. Они собрали из всех течений психотерапии самое лучшее, сделали из этого хороший микс. Ну, такое достаточно современное направление. Но к чему я это? К тому, что НЛП дает очень хорошие, скажем так, результаты именно в ситуациях, когда нужна быстрая помощь человеку. То есть не когда нужно долго разбираться с тем, что произошло. Вот здесь работают другие терапии. А, скажем так, в горячих точках, когда у людей нету, не знаю, двух лет на то, чтобы проходить психоанализ, а привести в чувство надо быстро. Вот здесь приемы НЛП, они работают просто замечательно. То есть они умеют, так называемый, рефрейминг, когда ситуация переформулируется, и то, что казалось человеку ужасным, оно кажется на самом деле вполне приемлемым. Существуют методики возврата, методика экрана, когда ситуация, которая травматичная, она быстро переживается. Но, опять же, это нужно все делать, скажем так, с помощью психотерапевта. Потому что если сейчас давать нашим зрителям какие-то рекомендации, вот, например, то, что очень всегда хорошо работает, это вернуться в ситуацию травматическую. Допустим, у вас авария на дороге, вы испытываете ощущение, что вы не можете справиться с машиной. Вот вернуться в эту ситуацию, представить все в деталях, представить, как вы могли бы из этой ситуации вырулить. Вот это бывает очень хорошим и полезным. Но, опять же, здесь нужно очень аккуратненько, потому что у семи человек это будет нормально, а восьмой-девятый, оказавшись в воспоминаниях в этой сложной ситуации, может развить неконтролируемую реакцию. Для него это переживание будет настолько тяжелым, что он не справится. Я понял. Мы сейчас к этому вернемся. Просто я боюсь, что телезритель сорвется звонок. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Дмитрий из Волгодонска. Вот как раз таки я хотел задать этот вопрос и как раз вышел на тему. Вы сами вышли на эту тему. А стоит ли вообще людей, которые побывали в этой аварии, лечить, заниматься всем этим? Если, я так думаю, вообще возможно ли предсказать реакцию человека от этого вылеченного, когда возникнет опять ситуация стрессовая на дороге, сможет ли он справиться после этого с ней? То, что, ну, как бы, попадал в аварии, и это, ну, очень непросто справляться в второй раз, ну, ситуация не теряться в подобной или в любой другой стрессовой ситуации на дороге. То есть, ну, да, он сядет за руль, да, будет водить. Ну, а если возникает аварийная ситуация второй раз, по его, не по его вине, и как он будет с ней справляться дальше? А если он впадет в какую-то опять реакцию? Это и для самого человека, как бы, небезопасно в плане психологическом. Но в то же время и авария может произойти и для других людей, и для него тоже, ну, как бы, непросто. У вас интерес чисто гипотетический? Да, да, гипотетический. То есть, вы ни разу не попадали в аварию, да? Нет, я попадал в аварию, но, как бы, я такой человек шел на другой день и покупал машину новую. А жена у меня после моих аварий просто не садится за руль. А жена была в машине, когда авария случилась? Нет, один раз было, но она и до этого уже отказывалась садиться за руль. Может быть, у вас такой стиль езды? Да, вот я тоже думаю, может быть, очень рисково ездите. Ну, да, это тоже есть. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Ну, смысл вопроса в чем? Если мы попали в аварию, что? Тогда никто не застрахован от другой аварии. Но здесь, на самом деле, не столько про психологию. Если вы один раз попали, ну, как бы, статистика показывает, что достаточно большое количество водителей после того, как они побывали в аварии, да, начинают водить осторожнее. Ну, это не касается определенной категории, для которых, ну, вот, это проходит просто все мимо, да? Это скорее, иногда, знаете, бывает патологичный способ выработки адреналина, да? То есть, я знаю, это было, и вот еще раз разогнаться до 200 километров и нестись, сломя голову. Если мы говорим о том, что нужно ли оказывать людям, нуждающимся в этом, психологическую помощь после аварии, да? То есть, он не может... А ведь как мы можем преодолевать? Мы можем... Проще всего и то, что делает большинство, скажем так, ну, россиян, попавших в аварию, и не только россиян, да? Если попали в аварию, ну, что делать? Надо все равно ездить. Трудно, тяжело, но шаг за шагом сажусь и заставляю себя ехать. Дискомфортно. Но потом есть у психики такое замечательное свойство, как десенсуализация, то есть потеря чувствительности. То есть, когда я долго езжу, 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 ничего не происходит, ну, в общем-то, и теряется, да, такая острота. Но не совсем это правильно, потому что... Сейчас немножко, может быть, метафорично попробую объяснить. Вот стресс, авария, да, они вызывают у нас массу чувств. И что делают большинство людей, особенно мужчин? Они говорят себе, мы берем себя в руки, так, значит, ничего не произошло, я это переживу, все нормально. И психика, которая не хочет возвращаться к этим переживаниям, она вот эти, скажем так, тяжелые эмоции, связанные с аварией, а это всегда гнев, это страх и это вина. Вот это три составляющие, которые бывают всегда. Она как бы не то, что блокирует, она их вытесняет в метафорический контейнер. Но это не значит, что эти эмоции пережиты, проговорены и переварены человеком. Мне кажется, что это даже хуже. То есть, это по замедленному действию. Вы абсолютно правы. А травма, на самом деле, она имеет обыкновение, скажем так, скапливаться. Вот когда мы говорили, какие категории людей наиболее подвержены, скажем так, тяжелому переживанию стресса, я упустила то, что здесь еще очень важный момент. Люди, которые в прошлом пережили какую-то травму. Травма была пережита, она не проработана психикой. И когда, пусть небольшая авария опять случается, тогда уже идет такой, знаете, геометрическая прогрессия или альфметическая. В общем, все становится в кубе. Поэтому очень важно, когда все-таки с вами что-то случается, это проговаривать. Я понимаю, мужчинам очень трудно ходить, рассказывать, жаловаться и что-то. Но это нужно делать. Это нужно делать слух или про себя? Про себя это делать не нужно. Это нужно рассказывать. Рассказывайте вашим друзьям. А, то есть кому-то. Рассказывайте, да. Не самому себе, а кому-то. Естественно, потому что себе рассказывать бесполезно. Это накрутка. Вот эти эмоции, они должны быть куда-то вымещены. А у нас же мужчины не любят очень, скажем так, показывать свои переживания. Ну, это к вопросу о… Ну, это нормально, мне кажется. …извечном воспитании. Ты мальчик, плакать ты не должен. Правильно. Это неправильно, да? Ну, я так ребенка учу. Сильный человек – это тот, кто может позволить себе слабость. Ну да, нет. Можно поплакать, когда тебе жалко кого-нибудь. Когда жалко… Опять же, с позиции всего. Бедную птичку, да. Когда вот бедную птичку, я не смогу ей помочь. Вот у меня ребенок плакал, когда узнал, что умер мультипликатор татарский. Например, вот реально плакал ребенок 11 лет, потому что так он держится. Он даже после драки никогда не плачет. Вот даже если… Только когда очень обидно что-то такое, да, он может себе позволить пустить слезу. Ну, а тут вот реально плакал. Я считаю, что правильно ребенка расчет. Должен держать себя в нормальных ситуациях стрессовых, а если что-нибудь такое… А потом неврозик, да? Да, и что делать, и что с ним делать. Нет, эмоция – это то, что должно, в общем-то, проговариваться и перерабатываться. Если мы все это держим в каком-то контейнере, ведь это никуда не девается. Вот почему людям… Да, вроде бы я справился с произошедшим, да, вроде бы все хорошо, и ничего в поле моего сознания не существует. Но как только я сажусь в машину, как только я вижу вдруг там дорожный патруль, ужасная передача, не знаю, зачем существует, как только я вижу какие-то аварии… Очень рейтинговые, между прочим. Я понимаю, но это другой вопрос пристрастия нашего населения. Она, в общем-то, не очень информативная, да? Ну, почему же? А как? Ну, там показывают, разбились. Если бы они показали, что на улице такой-то машина разбилась из-за, скажем так, провала в асфальте, и этот провал быстро бы, быстро бы приехали, дорожные службы исправили. Я бы понимала, а когда идёт просто… Слушайте, ну, это совершенно из другой истории. Вы как будто не в России живёте. Не будет у нас так во всяком случае в ближайшее время? Тогда не вижу смысла. Показывать людям ужастики. Логика, на мой взгляд, абсолютно простая и даже примитивная. Человек смотрит, потому что видит, что кому-то жить хуже, чем ему. Смотрите, а он разбился, а я сегодня нормально домой доехал. Почему смотрят все эти бесконечные репортажи об убийствах и изнасилованиях? Потому что, вот смотрите, вот им плохо, им хуже, а у меня нормально. Вадимир, устали психологи кричать о вреде всех репортажей об убийстве и насилии? Я согласен с вами на 200, на 500 процентов. Потому что нужно делать профилактику, население нужно информировать, а не показывать ужастики. Это нужно объяснить тем людям, которым нужен рейтинг. Ужастики, которые провоцируют психически нездоровых людей, у них же разные бывают категории. У одних фантазии изощренные, а другие фантазии не имеют. Вот они так посмотрят истории про педофилов и во многом-то могут себе и состроить какие-то фантазии. Информировать нужно. А показывать все вот это в развороте с кровью, с прочим, ну это совершенно ненужные вещи. Но мы отвлеклись от чего? Мы отвлеклись, да. Ну это просто накипело. Накипело, да. Наболело, да, согласен с вами. Мы отвлеклись от того, нужно ли нам, скажем так, прорабатывать. Так вот, травма имеет обыкновение накапливаться. И если в свое время мы не проговорили это, если эти эмоции не были проработаны, высказаны, опять же, это вопрос, как должны, скажем так, члены семьи реагировать. На поведение человека, который, скажем так, побывал в аварии. Очень часто бывает, что люди после этого замыкаются. Вот это одна из, скажем так, черт посттравматического расстройства. Человек замыкается, человек сам в себе. Его нужно разговаривать. Пусть он несколько раз расскажет вам о том, что произошло. Да, это неприятно и ему самому может быть. Но во всяком случае, знаете, это как ссор из-за сбы. Это должно быть выметено, вытеснено куда-то. Как плоскание белья. Один раз хорошо, два лучше, три еще лучше. Да, да, да. И в ходе этого человек может прийти к выводу, особенно, помните, первые две категории, про которые я вам говорила, о том, что он не может, не в состоянии, о том, что он виноват. Вот потихоньку рассказывая, да, потихоньку задавая ему какие-то вопросы, ну, это скорее, скажем так, работа психологов, да, выводить, немножко рисовать другую картинку мира для человека. Если он приходит к вам с ощущением, что я виноват, то определенными вопросами можно выстроить его представление о случившемся, как, ну, о чем-то таком данном, в чем он, в общем-то, не должен себя винить. И есть, как бы, специальные техники, когда то, что произошло, оно несколько обесценивается. Для человека это не становится столь важным, да, таким ключевым моментом. Потому что есть категория людей, для которых жизнь, она вот четко разбивается до аварии и после аварии. Вот такими вещами следует заниматься. Ну, свои эмоции, негодование, страх, вину. И что еще? Негодование, страх, вину и вот этот синдром забавных женщин, который начинает использовать это. Ну, меня так поразила история. Вторичная выгода от болезни. Да, ну как же так. Нет, это на самом деле встречается у нас очень часто. Да, и без всяких аварий. И без аварий, да, да, да. И не сказать, что подскудно, а вполне осознанно. Это понятно. Почему у нас не принято? Ну, раньше было не принято там в силу ряда причин. Почему сейчас люди, попав в стрессовую ситуацию, не идут к психологу? Я все сделаю сам. Культуры нет. Как объяснить? Объясняется все очень просто. Если на Западе это все является как бы нормой, у каждого человека есть свой адвокат и свой психолог. Как давно это стало нормой на Западе? А вы знаете, это, мне кажется, долгие годы существует. Просто у нас это после 17-го года все искоренилось, да, и стало возвращаться. То есть у нас очень долгое время психология была, скажем так, теоретической наукой, да. Ну, что у нас было? У нас были психотерапевты, сидящие в поликлиниках. И, в общем, ну, как-то очень вяло все, да. И у людей нет четкого представления о том, что есть разница между психологом, психотерапевтом, психоаналитиком и психиатром. Ну, психиатр, тут я могу сказать, поскольку отец у меня психиатр, я понимаю все очень просто. Психиатр лечит лекарствами, психолог лечит словом. Правильно? В общем и целом? Ну, в общем и целом где-то да. Да, но, к сожалению, у нас до сих пор даже, ну, у молодежи уже меньше, да, потому что большинство как раз вот наших, даже не знаю, ты не хочешь называть пациентами, а клиентами тоже странно как-то. В общем, большинство людей, которые к нам... Подопечных. Подопечных, да. Большинство людей, которые к нам обращаются, это люди молодые. Ну, с одной стороны и работать легче с ними, потому что психика еще, скажем так, не закостенела. Молодые, потому что люди новой формации, потому что они посмотрели, что ходят там и начинают ходить к вам? Думаю, что да. Думаю, что да, потому что поколение, которому, скажем так, 40 лет, вот у них смещение между психологом и психиатром, ну, достаточно такое вот, даже иногда стыдно. Вот смотрите, что вы мне сегодня сказали, вроде как мужчина должен быть сильным, не должен показывать эмоции, у вас такое, вот вы явно к психологу не пойдете, вы предпочтете сами справляться. У меня есть папа психиатр, если что, даст таблетку. Ну, тоже выход, на самом деле. Вот так думает очень большое количество людей, да, скажем так, поколение, которое выросло в тот период, когда психологии, скажем так, как прикладной, ее не существовало. Ну, сейчас, слава богу, у нас уже очень много, и, во-первых, ну, это не реклама, скажем так, но популяризация этого, да, то есть люди видят это в кино, люди слышат в передачах, психологи у нас масса куда приглашаются. Поэтому люди понимают, что это нормально и это хорошо, и чем самому копаться в своих проблемах, проще обратиться к специалисту, это будет, ну, намного эффективнее. Поэтому я думаю, что сейчас и психологов привлекают в разные, скажем так, сферы жизни, да, уже про МЧС, про… Вот на прошлой передаче мы как раз говорили о том, что, возможно, было бы очень неплохо в автошколах, да, проводить, скажем так, психологические тренинги для людей, которые начинают водить автомобили, потому что все вот эти стрессовые ситуации на дороге, как на что реагировать, да, ну, кто-то людям должен объяснить это. Ну, скажем так, даже вас остановил автоинспектор, да, то есть это не должно вызывать панику. Это нормальное явление, автоинспектор – часть дороги. Если вас, скажем так, подрезал кто-то на дороге, да, что нужно делать в этих ситуациях? Вот если бы, скажем так, у нас в автошколах проводились такие тренинги, было бы очень здорово. Вы знаете, мы сейчас вернемся к этому, потому что действительно интересная штука. Дело в том, что у нас есть видео, достаточно интересное видео. Давай сейчас посмотрим его. Этот тренинг, специальный тренинг одного из специалистов по безопасности команды БМВ, причем старейшего специалиста, он считает, что человек, который попал, прежде чем человек попал в аварию, да, если готовить его заранее, можно поставить его в такую ситуацию, чтобы вывести на автомобиле и стимулировать аварию или там какое-то дорожное транспортное пришествие, чтобы человек уже подспудно был к этому готов. Вот пока не отвечаете, да, сейчас посмотрим, может, я что-то путаю. Давайте видео, давайте. Давайте, пожалуйста, видео. Нам приходилось это делать потому, что, когда человек попадает в неожиданную ситуацию, то его естественная реакция – это испуг. А когда человек пугается, он впадает в шоковое состояние, и его мозг как бы блокируется и никак не реагирует на ситуацию. Это я узнала из спорта. Но если ты подготовлен к таким ситуациям, то когда они происходят, ты справляешься с ними. Сама подготовка означает, что если однажды ты это увидел своими глазами, то в следующий раз ты уже сможешь среагировать в подобных обстоятельствах. Вот у них тактика была очень простая. Человек сажали в пассажирское кресло, выезжали на дорогу и совершали разворот на 180 градусов. Полицейские, да, по-моему? Полицейские на 180 градусов. А вот как вы считаете, это нормально, это правильно, это хорошая тактика? Ну, я думаю, что она очень полезная, потому что, смотрите, человек сидит за рулем, да, вдруг резкий такой поворот, да, то есть он теряет ориентацию, он не понимает, как из этого выбираться. Когда человек даже на месте пассажира это проживает, да, для него, во-первых, это не столь, скажем так, страшно и опасно. Он знает, что из этой ситуации есть выход, да, то есть с ней можно, в принципе, справиться. Даже смотреть, да, на то, что люди это делают, это и то полезно. А еще я так поняла, что, может быть, скажем так, они натренировывают, да, вот господин совершенно правильно сказал о том, что в стрессовой ситуации мозг блокируется, да, ну вот то, что мы говорим. А он у всех блокируется? Ну, как блокируется? Есть, естественно, там, выброс определенных веществ, в какой-то момент кто-то может затормозиться, кто-то наоборот, да, но мы говорим о том, что в стрессе очень часто реакция у людей бывает неадекватная, да. Значит, если человек там сам попробовал несколько раз этот поворот, ну, понятно, на улице такая же ситуация, нужно поступить таким и таким образом, но здесь это может быть на уровне, скажем так, научения, да, то есть он несколько раз попробовал. Ну, на чем, мне кажется, вот одна из баз вот этих школ замечательных безопасной езды, да, когда людей натренировывают. Ну, там мышечная память. Мышечная память, да, то есть создается какая-то ситуация, мозг может быть, скажем так, ну, отключен, человек растерялся, да, то есть, а при этом руки дело делают, да. Ручки-то помнят. Ручки, да, ручки, тело помнят, да, ноги нажимают педали, то есть на уровне какого-то такого автоматизма, механизма, да. Поэтому, мне кажется, это очень-очень правильно. И главное, что здесь, что люди не пугаются, они видят, что из этой ситуации можно выбираться как-то, поэтому для них это вот не столь стрессово. Это не как девушки делают, да, что-то такое, ой, глазки закрыли, руль бросили. Здесь люди знают, что вот выбраться можно. Хорошо, я напоминаю нашим телезрителям, что у нас прямой эфир, и я призываю вас звонить нам для того, чтобы принять участие в нашей беседе, рассказать о том, бывали ли вы в каких-нибудь авариях, после которых у вас возникала шоковая ситуация, шоковая стрессовая ситуация. И вот, что мне хотелось бы еще от вас услышать. Стали бы вы обращаться к психологу, в общем, к специалисту после того, как оказались в стрессовой ситуации? Потому что мы Россия, да, мы, что называется, азиаты, тем не менее, все-таки мы стремимся на общее мировое пространство. Тем не менее, нужно играть по каким-то правилам общепринятым, хотя я не уверен, что это нужно. Мы все-таки очень специфичные нации, очень специфичные люди. Ну, опять же, да, и если вы не стали бы обращаться, объясните, почему? Да, нет, естественно, да. Вот интересно, да? Вот у нас есть опытный психолог, который сразу выкинет из вас все ваше подмоглое и скажет, почему вы не стали бы обращаться. Так вот, все-таки расскажите мне, психолог, психотерапевт и психоаналитик, чем они разнятся? Скажем так, психотерапевт – это базовое образование врача. То есть психолог – это человек, который занимается, скажем так, функциональными нарушениями. И он может быть не врачом? Он может быть не врачом, точно так же, как и психоаналитик – это не врачи, это, скажем так, разный уровень подготовки. Психотерапевт может, скажем так, выписывать вам лекарства, психолог – нет, никогда. То есть психолог, скажем так, работает, никогда не работает практически с органикой. То есть если вот эпилепсия, какие-то органические нарушения головного мозга, шизофрения, вот психологи этим не занимаются. Они чаще занимаются реабилитацией, решением каких-то, скажем так, семейных проблем, личностных проблем. То есть априори психологи, в общем, работают с людьми нормальными, но которые нуждаются в лучшей адаптации к этой жизни. Вы лукаво улыбаетесь. Я просто вспомнил высказывание своего отца в свое время, когда очень интересовался, думал поступать мне на журналистику или идти все-таки стать психиатрами, катиться. Я говорю, пап, ну вот то, что ты делаешь, вот скажи, ну вот шизофрения, например, лечится, он так лукаво улыбнулся и говорит, лечится, конечно, но не вылечивается. Но не вылечивается. Да, вот тут и получается, что в психологии нет такой ситуации, что человеку помогаешь, 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 а он все равно вот остается под спудом, под грузом вот этих вот загнанных туда на уровень подсознания, вот этих вот страшных вещей, о которых мы говорили, вот этих блоков. Блоков, я не знаю, если это плохой психолог, то у него, наверное, пациент и остается. Ну, мне кажется, и хороший психолог. Но если все-таки он достаточно, понимаете, здесь же вопрос не про лечение, да, это, скажем так, про повышение качества жизни. Знаете, как Фрейд формулировал задачи психоанализа? Научить человека лучше жить, лучше любить, лучше работать, да? Вот три основные составляющие части фрейдизма, можно сказать, да? Ну да, больше заниматься, кстати, мне кажется, больше любить, чем больше учить и больше работать. Ну, это иллюзия, потому что работа – это сублимация сексуальных импульсов, правильно же? Поэтому тут все очень и очень связано. Далеко не всякая работа, должен вас уверить, является сублимацией. Вот еще один звонок у нас. Добрый день, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Евгений, я из Риги. У меня был случай, я ехал из Риги в Москву. Так. Вот, и где-то, отъехав уже от Риги, где-то 805 километров, это было зимой, я ехал на джип и прыгал от колеи в колею, и как-то потерял машину и перевернулся на большой скорости. То есть разбил машину, вот, но повезло, что это был джип. Вот, мне помогли ее поставить на колеса, и я поехал обратно, и то есть за полтора дня я доехал до дома. И никаких стрессов? И как-то, знаете, да, вот как-то никаких последствий, то есть абсолютно. То есть нелепо будет задавать вам вопрос, в случае чего, если будет стрессовая ситуация, пойдете вы к психоаналитику или нет? Не, ну может быть, если она будет, то да, но как-то вот эта ситуация почему-то стрессовой, ну, не стала. Ну, так, спасибо. Спасибо большое, Звонок. Отменно. Мы же и говорим о том, что, да, аварийные ситуации, стрессовые ситуации, мы, собственно, начинали программу с этого, да, разные люди попадают, скажем так, в одинаковые ситуации, да, то есть стрессовая ситуация – это не что иное, да, как триггер, пусковой механизм проблем, которые у человека существуют. Значит, у человека все нормально. Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтобы не сглазить. Да, и повезло, что джип хороший, и все у него хорошо. То есть у него нет, может быть, внутренних конфликтов. Ну, нормальная, хорошая, скажем так, сохранная психика. Но поверьте, что у большинства из нас все равно есть какие-то маленькие такие потаенные комнатки с проблемами. И авария тот же, скажем так, вот то, что мы называли, та же вина, да. Вот живет, живет человек, и все нормально, да. Ну, авария может послужить пусковым механизмом тому, что это поднимется. Если есть изначальный страх потери контроля, да, авария только его, скажем так, поднимет на поверхность. А так, конечно же, ну, для кого-то маленькая авария – это трагедия, а для кого-то вот серьезная, большая авария – это ну, что же делать, да. Одну машину разбили, очень бодренько пошли, купили другую, посожалели об этом, конечно. Ну, это как у каждого человека, психика справляется со стрессом. Понял вас, еще один звонок. День добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Станислав, я из Алтайского края. Хочу уже сказать свой опыт. Ситуация, скажу так. Вот. Вообще, в принципе, наша жизнь получается в России как бы вообще стрессовая изначально. Скажем так, я уже не раз бывал в Европе, бывал на дорогах, скажем так, чувствуешь там себя совершенно спокойным, можно ходить везде, и ты постоянно находишься в спокойствии. В России такого не получается. Выезжаешь, тебя подрезают там всякое всевозможное на дороге, милиционеры останавливают и все остальное. Но выход из таких ситуаций, в принципе, у меня как бы был случай, авария там и все остальное. Вот как бы считаешь себя, как правило, справедливо, что ты не нарушал и все остальное. Но в силу закона, в силу правил там получается, что ну как бы разбил, ну не последнюю машину, скажем так, но вот этот вот, скажем так, человек до этого говорит, что пошел и купил. Но тут, получается, был очень сильный страх. Пришлось все равно обратиться к психиатру, прийти, выписал таблеточки, попили и все нормально. Попили таблеточки? Да. Ясно. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, тут комментировать, я думаю, не стоит. Понятно, что человек обратился, и слава богу, все хорошо. Вот в этом случае, да, я боюсь, что, не дай бог, конечно, да, но повторная травма, да, она будет переживаться им сильнее, потому что, ну, таблеточки что сделали? Они просто загасили острое переживание, да? То есть это такая вот, ну, колыбельная песенка, да, то есть, смотрите, человек звонит, все-таки для него это что-то, ну, значит, естественно. Естественно, то есть у него это актуально, да, где-то. Ну, таблеточки вот они временно сняли, нормализовали жизнь, но пожелаем ему, чтобы аварии ему не случались. То есть правильно ли я понял, что в случае, если человек, ну, он изначально обратился к психиатру, то есть потом все-таки лучше идти к психологу, да, то есть когда снимается острота, да, а тогда уже нужно все это выскабливать, как вы с вами говорили. Ну, выскабливать такое злое прям слово. Вымывать, выполаскивать. Скажем, с этим надо разбираться, с этим надо разбираться, если это не проходит в течение месяца, да. Ну, возможно, да, у него было не посттравматическое, не посттравматический синдром, а просто вот актуальная травма, да, чтобы успокоиться. Ведь что происходит вот этот первый месяц, да, очень часто у людей бывает такой, знаете, вот флэшбэк, то, что называют психологи, да, то есть человек ходит, ходит, и вдруг на ровном месте у него прям картинки возникают, да. Вот это острое-острое переживание, которое к концу месяца должно пройти. Если оно не проходит, тогда это затягивается, тогда с этим надо разбираться. Ну, остроту действительно, может быть, можно таблетками снять, там, если проходит, если потом нигде не мешает жизнь, тогда, ну, тогда ладно. Ясно. Еще один звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр, я вот с Пензова вам звоню. Ну, вот я 30 лет проработал инструктором, как мастером производства обучения в вождении автомобиля, и заметил, ну, вот когда обучают, вы говорили, что что-то нужно вводить новое в программу обучения, я вот заметил, что при изучении правил дорожного движения люди, как бы, начинающие водители, все воспринимают так, если я должен проехать первым, то я должен проехать обязательно первым. И вдруг, если вам не уступает дорога, то реакция никакой. Люди, как бы, стараются ехать до последнего, а хотя бы, а хотя бы можно просто одним нажатием на педаль, как говорят среди дорог, есть такое правило, не писанное, пропусти дурака. Нажал на педаль тормоза и решил все проблемы. Вот такая ситуация, как комментируется. Не обязательно, что вы, вот, если вы имеете преимущество управлено право проезда, или вы, то есть, имеете преимущество по отношению к другому участнику движения, а этот участник движения на вас не реагирует и ездит прямо на вас. И вот у начинающих водителей есть такой комплекс. Если я прав, я должен ехать. Ну, вы готовы ответить? Я не очень понимаю этот вопрос к вам как психологу или к вам как специалист по патологиям. Но, тем не менее, вопрос был задан. Ну, хорошо, скажем так. Здесь, наверное, два таких аспекта. Люди, которые начинают водить машину, они свято верят, что все движение осуществляется по правилам. Наивные. Наивные люди. И должно пройти определенное количество времени, чтобы все как-то, ну, вернулись к реальности и поняли, что есть какие-то свои неписанные правила и как-то к ним садаптироваться. И вторая часть вопроса, вот такая забавная, что начинающий водитель просто тупо давит на педаль газа вместо того, чтобы давить на тормоз. Значит, проблема начинающих водителей в том, что у них, скажем так, достаточно долгое время такое десогласование. Им очень трудно совмещать то, что они должны сканировать дорогу, да, и то, что при этом они должны еще переключать скорости, наживать на педали. Вот водителю очень трудно вот эти два процесса, скажем так, ну, совместить. Поэтому то, что водитель сканирует дорогу и жмет на педаль, это вполне закономерно, да, он идет по пути, скажем так, минимальных усилий. Да? Вот. Поэтому, ну, что делать со временем, как бы, приобретаются знания, умения, навыки, и водитель начинает более, скажем так, flexible, да, гибко реагировать на сложившуюся на дороге ситуацию. Ну, есть у них некая, скажем, можно сказать, туповатость в управлении, но мы все были начинающими водителями, и, конечно, все это проходит. Ну, нужно понимать, кто-то создан для этого, больше, кто-то меньше, кто-то никогда в жизни не научится нормально ездить, а кто-то вот буквально через... Ну, а кто ездит нормально, это все субъективно. Нормально, на мой взгляд, ездит человек, ну, как я, например. Ну. Не, я объясню, дело в том, что я за рулем, официально за рулем, я с 83-го года, а до этого я ездил, папа давал мне водить машину, потому что, ну, так случилось, что жили мы там, где это можно было делать, в Африке. И сейчас уже, имея стаж, уго-го какой, я пришел к тому, что заставить меня гоняться, лететь, то есть без самой-самой крайней необходимости, никто меня не заставит. Я еду спокойно, уверенно, я лучше пропущу, как прозвучало сейчас, дай дорогу дураку. Ну, вот святого правила. Да, да. Поэтому не создавай проблем другим и старайся избегать проблем, которые создают тебе. Вот основное правило. Держи дистанцию и скоростной режим. Я считаю, что вот если человек научился ездить так, он ездит нормально. Ну, знаете, я тоже считаю, что хорошо ездит не тот, кто ездит быстро, да, а кто знает, как проехать. Да. То есть человек, который знает, в каком месте Москвы, другого города, должны перестроиться в ряд, который едет. Вот этот человек ездит достойно. Ну, и это, конечно, тоже, да. А просто гоняться, устраивать вот эти скачки по рядам, ну, это никогда не выиграть. Ну, это либо водитель молодой, который почувствует, что он стал крутым спидегончиком, либо это просто действительно человек, у которого патология. Согласна. Вот очень неприятно их всегда на дорогу встречать. Ну, да. Почему-то их становится из года в год все больше и больше. Странных людей, которые по странным правилам ездят по нашим странным дорогам. Вот откуда такая тенденция? Думаете, а мне что-то не кажется, что их становится больше. Мне кажется, вот как есть категория таких вот людей. Не знаю, мне кажется, больше, мне кажется, больше. Ну, тогда, знаете, как мы, так моя фантазия, скажем так, можем объяснить это тем, что у нас становится больше хороших автомобилей. Мы знаем, что если автомобили... Как вариант. Да, как вариант. Я же говорю, моя фантазия. Потому что есть автомобили, ну, скажем так, едет и слава богу, а есть машины, которые нас провоцируют на то, чтобы мы... Ух, вот приятно же, давишь педаль, машина урчит и хочется всех обогдать. Вот может быть с этим связано. Опять же, очень, скажем так, процент молодежи, который ездит, он увеличивается. Все-таки сейчас, скажем так, ну, машина, она становится таким, ну, не то что, более доступным. Если раньше, наверное, средний возраст людей, которые автомобили покупают, был где-то за 28, то сейчас, ну, молодежь покупает. А у молодых людей... Ну, либо папа-мама покупает, да. Либо папа-мама покупает, а там больше задора и, простите за выражение, там больше дури. Да, то есть надо с помощью машины, пока не может чем-то другим, ну, хотя бы с помощью машины погоняться и что-то кому-то подоказывать. Ну, потом просто характер человека у молодого, он, в общем, такой более буйный. Мы становимся мудрее с возрастом. Да, да, да. В нашем юном возрасте мы все-таки уже достаточно стали мудры. Стали мудры. Вот мысль какая-то у меня была такая, мысль, да. Ну, хорошо, я тогда вам отвечу на контрапункте, да. Вы написали такую картину позитивную, лучше машины. А не кажется ли вам, что это стало следствием того, что наше общество окружает все более тяжелый психофон, психологический такой вот фон общий, да. Потому что известно, что люди, которые выражают свои эмоции куда-то туда, эти эмоции... Туда, это куда, в космос? Ну, назовем, я не знаю. Восстал? Возможно, в космос, да. Возможно, куда-то в атмосферу, да. В эмоциональную сферу некую, которая окружает нашу планету, да. Не смотрите меня как на идиота, я абсолютно здоров. Это просто теория такая. Я так смотрю. Нет, я просто думаю, что это вы к ночи. Вы к ночи. Что-то профессиональное возглавие мелькнуло. Вы к ночи про ужасы. Нет, ну не ужасы. Просто понятно, что чем позитивнее люди живут, тем как-то вот у них получается жить легче. И чем люди более негативные, более злобные, тем, соответственно, больше злоба вокруг них распространяется. Это закон не мною доказанный, подтвержденный уже на протяжении веков. Вот может быть из-за того, что вот люди становятся злее, и количество водителей и идиотов на дорогах становится больше. Вы считаете, что наша жизнь сильно ухудшается? Хороший вопрос, я не думал об этом. Помните, как у вас... Но люди стали злее. Жизнь становится лучше, но злее. Вы считаете перед обедом советские газеты. Советские газеты, да-да-да. Вот не надо смотреть негативные новости. Я не думаю, что жизнь наша становится, да? Нет, жизнь, она может быть становится лучше, но какими трудами? А люди злее. Потому что это более веселая и хорошая жизнь, она дается все с большим трудом. Ну, это так уж, ладно, проехали. Ну, что-то. Хорошо, давайте. Это посыл такой для дискурса, я бы сказала. Это мы просто забрасываем крючок на следующую программу, в которой мы обязательно побеседуем на эту тему. Пригласим вас и какого-нибудь астролога. И попробуем сопоставить ваши точки зрения. Слушайте, ну хорошо. А традиционный русский способ снятия стресса? И? Есть такой. Помогает ли он? Или это все-таки работает как лекарство, прописанное психиатром? Значит, смотрите, человек пережил аварию, он в стрессе, он приходит домой, выпивает 100, 200, 300, сколько-то грамм. Что делает человек? Ну, это очень зависит. Один идет бить морду тому, кто спровоцировал аварию. Значит, он разрешает, да, вот помните три? Да, да, да. Гнев, вина, страх, да? Я и четвертый помню даже. То есть четвертый был в другой серии. Значит, когда люди выпивают, мы же знаем, что растормаживается подкорка. И люди, в общем-то, да, начинают разговаривать. Согласны? Я понял, я понял. Вы поняли к чему, да? Абсолютно с вами согласен. Ну вот видите, как хорошо. То есть без всякого психиатра теоретически возможен такой вариант, что если ты собрал вокруг себя друзей и близких, и вы вместе с серией тяпнули, и вы выговорились, то вам стало легче, и проблемы таким образом не там. Владимир, ну это, помните, когда я вам говорила, что должна обеспечивать семья человеку, пережившему стресс или аварию, да? Выслушать, послушать. Если это легкое что-то, ну, не очень тяжелый стресс, да, возможно, это поможет. Но это не отменяет того, что если это более серьезный случай, нужно обращаться к специалисту. Как вариант при легком стрессе, ну, почему нет, да? Это традиционно русский способ. Выпить и позволить себе то, что вы не любите, да, показать и свою слабость, и показать свою агрессию, и обсудить с людьми свою вину. А у нас это всегда вот легче идет под 100 грамм. Ну, как-то у нас так мы устроены. Ну, что же делать? В этом нет ничего плохого, да. Спирт, понятие медицинское. Абсолютно с вами согласен. Как приятно с вами общаться. Спасибо большое. Процентов на 80. Так, хорошо, у нас осталось очень мало времени. Вкратце расскажите, как работать, как выводить стрессовое состояние ребенка? То есть те же самые принципы или как-то по-другому? Ребенок, если это не подросток, а ребенок, скажем, лет до 12, да, до начала подросткового возраста, здесь основной ребенок не будет проговаривать с вами, да, для детей это тяжело. Дети очень часто закрываются. Значит, основная работа с детьми – это работа через рисунки, через символическое мышление. То есть можно придумывать какие-то сказки. Ребенок всегда, скажем так, в сказках либо в рисунках покажет свою проблематику. Если ребенок был участником аварии, да, можно просить его рисовать какие-то машинки, да, можно просить рисовать его страхи. Есть такое хорошее, скажем так, упражнение – нарисуй свой страх. И потом, ну, допустим, ребенок рисует страх каким-то крокодилом, каким-то чудовищем, да. Ну, может быть, покажется несколько наивным, но дорисовывая, да, да, проговорить, что это за страх, да, и дорисовывая какой-то бантик, дорисовывая воздушные шарики, да, ребенку объяснять, что он не такой страшный, смотри, шарик пририсовали, что-то полетел. Все, я понял, я понял. Это свой уровень. Это очень схематично, скажем так. Варианты нейрологистического программирования только для ребенка. Нет, ну, ну, ладно. Я понял, хорошо. Я думаю, что нам с вами придется сейчас еще раз. Большое спасибо. У нас в гостях была Татьяна Мизинова, психолог. Прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова